Лето подходит к концу, а в барнаульских парках развлечений по-прежнему тихо. Из-за пандемии коронавируса они не могут начать свою работу. Владельцы уже начали продавать оборудование и даже подумывают о закрытии бизнеса. Самые любимые аттракционы барнаульцев рискуют покинуть свои территории. Владельцы семейных парков развлечений вынуждены пойти на такие меры. Денег на содержание оборудования просто нет. У нас сезонный бизнес. Нас это вполне устраивало. Но при той ситуации, которая сейчас сложилась, нам не разрешили работать в апреле, нам не разрешили работать в мае, нам не разрешили работать в июне, июле. У нас остался один месяц. И даже последний летний месяц под угрозой в регионе планируют переходить только на второй этап снятия ограничений в связи с коронавирусом. Парки же могут начать принимать гостей только на третьем. Так как в ожидании денег не хватает, как обычно всем, мы предварительно продаем билеты на будущее, и где мы дарим на стоимость 50% бонусом. Бизнесмены недоумевают. Все аттракционы на открытом воздухе. Площадь территории большая и ничего не мешает соблюдать необходимую дистанцию. Совместно с жителями города специалисты парковой отрасли написали обращение к губернатору края Виктору Томенко с просьбой разрешить открыть на конец барнаульские парки. Здесь очень большие расстояния для прогулок, для детей. Многие жители Барнаула хотят, и им нужно где-то погулять и отдохнуть с ребенком. Потому что, понятно, есть безопасность, но необходимо немного дать и детям нашим тоже немного отдыха. Представители парков развлечений согласны выполнить любые требования распотребнадзора, а также усиленно контролировать соблюдение всех санитарных норм. Любая семья, любой ребенок стремится занять определенную машинку, определенный паровозик, и никто к нему чужой не подсаживается никогда. Ну а после того, как выходит человек, нам несложно обработать после ребенка средствами какими-то и принимать другого гостя. Ну а пока гостей нет. Карусели пустуют и словно скучают по детям. Нерадостно и владельцам сезонного бизнеса. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком.